Приветствую! Неделя, к сожалению, начинается с плохих новостей. И эти новости мы узнали из фейсбук-странички Марьяны Безуглой. И мы узнаем о новых полномочиях ТЦК, о том, что у мужчин будут новые обязанности, а отсрочки будут отменять. И много еще чего интересного, о чем мы сейчас более подробно поговорим, почитаем этот пост, подробно и разберемся, о чем же на самом деле она там пишет. Но еще более кажется мне плохой новостью то, что это все запущено именно через Марьяну Безуглую. А мы знаем, что она любит делать заявления очень громкие, очень, мягко говоря, неоднозначные. И мы же понимаем, что это не она делает. Мы же понимаем, что это таким образом власть запускает самые-самые плохие новости через нее, снимая с себя негатив и направляя негатив непосредственно на нее. А было бы честно, мне кажется, если бы первые лица государства сообщали о таких новостях. Также меня смущает тот факт, что последние правки, если мы помним изменения в абзаце 11 статьи 23, тоже инициатором была Марьяна Безуглая. И как мы знаем, эти правки были, но не до конца продуманы. Потому что когда нам сказали, что нужно предъявлять доказательства того, что ты там единственный ребенок в семье, что у тебя там нет кучи родственников, которые могут вместо тебя осуществлять уход за родителями и за другими родственниками, то оказалось, что в государстве нет такой справки. Ни один орган не может выдать эту справку. Но это не помешало протянуть соответствующие правки в 23 статью закона о мобилизации от имени Марьяны Безуглой. И вот вопрос, насколько продуманным будет новый законопроект. Пока текста мы его еще не видели, пока все, что у нас есть, это пост на фейсбуке, который мы сейчас с вами и почитаем. Посмотрим, что там есть хорошего, есть ли там вообще что-то хорошее. И, конечно же, поговорим о том, что там есть плохое. Ну, в том плане плохое, что, знаете, наверное, мне кажется, что любая обязанность, новая обязанность какая-то для человека, да, это всегда плохо. Ну, мы хотим больше прав, а не больше обязанностей. Итак, смотрим этот пост. Вот он опубликован 4 часа назад, то есть примерно в 8 утра, то есть так, с самого рання нас порадовать решили. Итак, что здесь есть? Первое, то, что касается уже военнослужащих. Новая додатковая отпуска и с бережением грошового забеспечения тривальностью 90 календарных дней військовослужбовцям, яких звільнено с полону. Вообще, ну, правильная мысль, правильная идея, вообще здесь ничего возразить нельзя. Ну, кроме того, что попросить там еще большую отпуску, да. Но, как мы, кстати, знаем, правки в закон о мобилизации, которая продвигала Марьяна Безуглая по 11 абзацу, они тоже были вставлены в закон, который касался расширения прав военнослужащих. Вот как интересно, да. Идем дальше. Новый, вот второй пункт сразу. Первый был еще о хорошем, второй о новых обязанностях. О новых обязанностях военнообязанных. И вот мы видим, что здесь будет. Обязательное прохождение медицинского осмотра и лечения согласно решению ВЛК. И, конечно, кто-то скажет, стоп, а что здесь нового? Ведь у нас и так уже есть соответствующие обязанности, они есть в правилах воинского учета, да, которые утверждены постановой 1487. Мы не знаем, что там будет, но однозначно мы понимаем, что там придумали что-то новое, и это новое явно породит, ну, еще большее такое сужение прав человека, да, в целом. И поскольку любая обязанность порождает сужение прав человека, как это будет, друзья, ну, поймем до конца, когда увидим сам законопроект. Далее, новый обязанностях, соответственно, что до наявности при себе військово-обликовых документов. То есть, видимо, нас всех обяжут носить с собой военно-учетные документы. А дальше, вот смотрите, яки предъявляты за вымогою у повноваженного представника ТЦК ТСП. Здесь сразу, конечно, возникают вопросы. Ну, во-первых, мы понимаем, что теперь они хотят сделать что? Дать право полномочия ТЦК и СП проверять документы. Но при этом они пишут у повноваженного представника. И возникает, конечно, вопрос сразу, а кем он должен быть у повноваженный? И какими документами должны подтверждаться вот эти его полномочия? Что именно этот сотрудник ТЦК и СП является уполномоченным на проверку документов? Вот как это все будет оформляться, это тоже большой вопрос. И какие у них удостоверения будут? Либо в военный билет будет это записано? Ну вот вопросы, которые открыты. Но уже понятно, что вот для нас будет однозначно новая обязанность носить военно-учетные документы. А ТЦК и СП будут наделены правом проверять эти документы, соответственно. Ну и, конечно, там главный вопрос, какой, а какую ответственность они предусмотрят за то, что, допустим, у человека не будет этого документа. Ну, будем смотреть. Новые представы для звильнения. Ну, имеется в виду для увольнения из ЗСУ. Тут у меня есть вопросы к некоторым основаниям. Потому что, например, вот со завластным божанием для иноземцев ТАОСИБ без громадянства, ну, насколько мне память не изменяет, то и сейчас они по собственному желанию могут уволиться. Хорошее предложение вот в связи с наличием инвалидности первой или второй группы. Потому что получалось так, что человек, который, имея инвалидность первой либо второй группы, имеет право на отсрочку. Но если он пошел служить, то уволиться он не может на этом основании. Ну, достаточно нелогичный был подход. Также возникает вопрос, если человек получил ранения, травмы какие-то, и в результате службы, и оформил инвалидность, то он тоже не может уволиться, что тоже не совсем справедливо. Теперь это исправляют, и вот это, конечно, безусловно, следует оценить позитивно. Идем, смотрим дальше. Все, что здесь описано, мы разбирать не будем, да, потому что что-то здесь повторяется, что-то не является таким принципиальным вопросом. А мы посмотрим вот принципиальные вопросы. Смотрите, обещаю дать отсрочку от призыва на военную службу педагогическим работникам учреждений фаховой предвыщей его свиты. А это же, если я правильно помню, закон об этом на подписи у президента находится уже больше года. Он в августе прошлого года еще был принят и до сих пор не подписан. Ну, вот теперь собираются, видимо, подписать. Право на прохождение воинской службы лицам с инвалидностью. По их желанию попры на явный спецстав для вистрочка, вид призову, вид мобилизации. Вот здесь, смотрите, здесь, конечно, я представляю, что многие уже думают о том, что понятно, это значит, что будут призывать инвалидов, независимо от их желания и так далее. Честно говоря, я не понимаю, что здесь нового, ведь в статье 23 закона о мобилизации уже давно это написано, что человек с инвалидностью имеет право на отсрочку, но если он желает, то он может проходить службу в ЗСУ. Почему это подается как нечто новое, ну, интересно. Ну, посмотрим, возможно, там будут какие-то нюансы, да, ведь всегда ж дьявол укроется в деталях. Вот посмотрим, какие детали будут. Но я, честно, я искренне надеюсь, что это не о том, не трансформируется в то, что начнут призывать инвалидов без их согласия. Я очень на это надеюсь. По поводу отмены отсрочки. Вот смотрите, что здесь пишут. Зменшуется коло громадян, которые имеют право на отсрочку по догляду за особой с инвалидностью 1-го и 2-го группы, або яка потребует постоянного догляду до членов семьи 1-го ступеня спореднения, та усунення можливостей ухиления від призову під час мобілізації шляхом оформления фиктивного догляду за особами, которые его потребуют. Вот тут в мене питання є багато питань. Ну, во-первых, давайте разберемся, кто такой вот этот член семьи 1-го ступеня спореднения. Это определил налоговый кодекс и являются, соответственно, дети, родители, усыновители, супруги. Вот это лица 1-й степени родства. Дети, родители, супруги и усыновленные дети. Вот они говорят, что только они смогут ухаживать. А у меня вопрос возникает. Вот уже сегодня мне человек позвонил, говорит, а что, у меня заберут отсрочку? А человек на сегодняшний день оформил догляд за бабушкой и компенсацию получает за этот догляд. А почему он? А потому что у бабушки есть дочка, но у дочки есть инвалидность 2-й группы. Дочка не может, соответственно, осуществлять уход. У самой инвалидность 2-й группы она нетрудоспособная. Дальше у него есть сестра, то есть внучка. Но у внучки тоже инвалидность оформлена. Она тоже не может осуществлять уход, потому что она нетрудоспособная по закону. И возникает вопрос, а что у него забирать отсрочку надо? И сказать, что пусть дочка, у которой инвалидность, она пусть догляд оформляет. А как она может оформить догляд, когда бабушку нужно, простите за подробности, но ее помыть нужно, ее в ванну посадить, а поднять? Ну это нужна физическая сила. И дочка сама не сможет это сделать, просто потому что нет физической силы. А здесь говорят, что человек получается с этой точки зрения, что уже уклоняется от мобилизации. Но это смешно. Понятно, что есть кто-то, кто фиктивный догляд оформлял. Но почему вы считаете, что это все люди фиктивно оформляют? И надо же помнить, что вот эта борьба с фиктивными доглядами, она может привести к тому, что вы сделаете невозможным оформление догляду для того большинства, который действительно нуждается в этом. Вот тут нужно быть очень осторожным. Смогут ли это авторы законопроекта? Ну посмотрим. Далее, смотрите, у кого заберут отстрочку. Вейсково зобовязани, які мають дружину, чоловіка, із числа осіб з інвалідністю третьої групи, втрачають право на відстрочку. Третья група жены теперь не будет основанием для отстрочки. Вы понимаете, что это такое? Это государство сначала, вот знаете, как бог дал, бог взял, называется. В прошлом году дали отсрочку, в этом году решили забрать. А тут у меня возникает, конечно же, вопрос. А является ли это сужением прав? Ведь у человека была отсрочка, было право на отсрочку. И вот здесь вы берете и его забираете. Это право на отсрочку. Понятно, что вот правило там обратной силы здесь оно не совсем корректно будет применять. Но здесь вопрос в другом. А не является ли это сужением прав? Я думаю, я думаю, что по опыту предыдущему, по опыту решений Верховного суда, я думаю, что будут рассматривать это как нормальную ситуацию. И скажут, что да, нормально, так можно. Но обратите внимание, третья группа жены не будет основанием теперь для отсрочки. Догляд за инвалидами. То есть не только вопрос по догляду тех, которые нуждаются в уходе по заключению ЛКК, а теперь вопрос догляду за инвалидами первой и второй группы, тоже будет сужаться. И сужаться до вот этой первой, до родственников первой степени родства. При этом, смотрите, что она пишет. Высноваком сек. То есть нужно будет не в ЛКК идти, не на ЛКК, да, как мы привыкли. Ты идешь в поликлинику свою, там к семейнику, семейник тебя направил на ЛКК, по сути, да, ты прошел и все. А теперь через МСЭК. А через МСЭК мы понимаем, что это гораздо сложнее, потому что ЛКК есть в поликлинике каждой, а МСЭК, ну, как мы понимаем, их поменьше, чем поликлиник. И, соответственно, нагрузка на них будет больше, штат им никто не расширит. И в итоге что? Отсрочку будешь оформлять там по полгода, да, ну, как инвалидность сейчас, по сути, оформляю. Седьмое. Изменяется порядок предоставления отсрочки от мобилизации людям, которые получают передвыщу-то высшую освиту. Студенты. То, о чем мы давно говорили, что у студентов могут забрать отсрочку. Есть законопроекты соответствующие, там, 96-72. Они, кстати, так и остались все законопроектами, их не приняли. Но вот здесь что-то такое будет новое. При этом здесь, если мы читаем, то по студентам никаких разъяснений нет. То есть, как это будет реализовано, непонятно. Только написано, что у студентов изменим порядок предоставления и уберем возможность уклонения от мобилизации. Тоже у меня всегда вопрос, а как вы будете определять, вот, ну, если я захочу пойти учиться сейчас. Ну, вот я захочу заняться, познать какую-то новую сферу, получить новые знания. А как вы определите, я уклоняюсь или я искренне хочу пойти получить новые знания, да? Вот я как предприниматель, я же могу пойти на какой-нибудь менеджмент. И докажите, вот как вы будете доказывать, что это я пошел с целью уклонения, а не с целью того развить свои скиллы в контексте управления. Как вы это будете доказывать? Непонятно. Ну, понятно, установят какие-то ограничения, там, из серии возраст, какое-то образование по счету, что-нибудь такое будет. Но пока непонятно, пока непонятно, как будет. Далее. Розширюется перелик осіб, которые берутся на військовый облак. Зокрема, которые до набуття грамадянства Украины пройшли в військовую службу в других странах, которые были засудены за вчинение криминального правопорушения, до позбавления воли, обмежения воли, у том числе и с увольнением от отбывания покарания. Ну, вы понимаете, что происходит, да? То есть, изыскивается таким образом, вот как они любят говорить, мобилизационный ресурс мы ищем, где можно найти людей, которых можно призвать. И это, безусловно, не в том контексте говорю, что там плохо поступают они, да? Ну, есть объективные обстоятельства, есть боевые действия в Украине, и понятно, что нужно больше людей, которые могут быть призваны. Но при этом понятно, что это не тот закон, да? Почему я говорю, что он плохой, плохие предложения? Ну, а чему здесь радоваться, да? Этот закон, он показывает, что в стране продолжается война, к сожалению, и любой призыв на войну, ну, его нельзя расценивать как что-то хорошее, да? Пока в твоей стране идет война, что здесь хорошего? Ничего здесь. Да, это не наша вина, но ничего хорошего в этом нет, к сожалению. Давайте посмотрим, что здесь еще. Здесь описывается то, что на сегодняшний день. И девятое. Вот это инши питания, повязаны с мобилизацией, висковым обликом, проходжением висковой службы. Вот этот вопрос меня, наверное, пугает вообще больше всего, потому что вопрос, а что там будет в инших питаниях, да? Да, здесь написано, что уточнюется обовязка, скасовывается заборона, уточнюется порядок прибутя висковозобовязанных, то резервисты до ТЦК, ТСП. Но что за этим всем, что это все значит, это большой вопрос. И мне думается, например, вот этот уточнюется порядок прибутя висковозобовязанных, то резервистов. Вот здесь у меня есть подозрение, что скажут, что во время мобилизации все должны там явиться в ТЦК и ТСП. Так ли это на самом деле будет или нет? Ну, узнаем, потому что здесь вопрос, ну, такой, скользкий, безусловно. И мне думается, что будет вот так. Вот эти уточнюются обовязки к местевых органам и канавчей влады, еще до мобилизации, а самоздействуете, то забеспечиваете оповещение, то прибутя грамотян, это не про обовязки. Это, скорее всего, будет о расширении их круга прав по отношению к людям, да, по отношению вот к порядку этому, да, как будет осуществляться этот порядок оповещения. Вот я думаю, что там будет однозначно расширение прав. А знаете, я думаю, на этом достаточно. Думаю, достаточно, потому что основные вопросы мы разобрали, те, которые там мы не разобрали, ну, они, мне кажется, такие уже более второстепенные, может, и касаются не широкого круга лиц. Со своей стороны обещаю, что следить за этой историей, как только появится законопроект соответствующий, да, текст его, обязательно сделаю его разбор и посмотрим, что он нам готовит, собственно говоря, и чего от него ждать. Поэтому, чтобы не пропустить этот момент, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, там, чтобы вам приходили уведомления. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, поскольку я туда ссылочки скидываю на видео всегда, и вы точно не пропустите видео с разбором такого законопроекта. Ну, и в целом там мы достаточно интересно общаемся. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.